О новой легиозной движении, звенящей педрой России, Анастасия, которая возникла в 1990-е годы в России, в эпоху Беремьев, когда легиозная жизнь России обогатилась возрождением православия, склеском педневно-пятидесятических движений и также эсхотологических настроений. Автор книг преподносит идеи как результат диалога с пророком-передатчиком Анастасией, который передает своим читателям через книги «Тайные знания». Тайные знания о прошлом, о настоящем, о том, как нужно прийти к световому величию. Она ссылается на свой контакт с высшими силами, которые являются ей в виде шара, и которые передают ей информацию о потерянных знаниях тайных цивилизаций бедрусов. Бедрусов, как называется, в книгах Владимира Мегрева, Владимир Мегрева, автор этих книг, «Утерянный, забытый народ, который был близок к Богу и жил в счастье и просветании много-много-много лет назад». Так называемое «Едическое время». На обороте каждой из книг указывается, что книги «Извиняющие кедры России», что в тексте этих книг зарожено сочетание букв и комбинации слов, благотворно влияющие на читателя. Поэтому читателям рекомендуется читать их в тихой, спокойной обстановке, желательно на луну приюта. Используя уже существующие невежеские идеи и термины, автор книг, Владимир Мегре, добавляет собственные трактовки уже известных понятий и запретает новые слова. Читатели, в свою очередь, заимствуют описанные понятия, придают им дополнительные отцены и значения, используют свои собственные интерпретации и используют их слова в новых контекстах, добавляя также любую дополнительную литературу. В итоге в рамках движения анастасийцев движения анастасийцев называют группу читателей книг, занятия кедра России или анастасия, сформировалось определенное дискурсивное поле, основанное на общей системе ценностей, однако уже в рамках границах этого поля могут возникать, возникают разногласия, складываются полярные мнения по многим вопросам, но при этом, несмотря на значительные расхождения, несмотря на отсутствие единой институции, даже единственного правильного источника, многие читатели находят друг друга, находят понимание друг друга и узнают друг друга в новых ситуациях, в новых контекстах. То есть они понимают, о чем говорят их единомышленники, и понимают те слова, которые они используются в том контексте, который заложен в книгах «Зменяющих кедра России». Ну, разумеется, те слова, которые они используются, они, в принципе, понятны любому обывателю, то есть это обычные слова, но они дополняются дополнительными коннотациями, которые заимствуются из книг «Зменяющих кедра России», а также из другой сопутствующей литературы, кино или каких-то происходящих всем известных в этой среде событий. То есть, с одной стороны, никакой единой формальной организации и группы здесь нет, и всякая консолидация существует только на уровне решения каких-то вопросов, объединяющих группу людей, опять же, которые складываются ситуативно, и обусловливаются совместным проживанием на одной территории, например, в так называемых домах поместьях, которые образовывают читатели «Зменяющих кедра России». Но, с другой стороны, читатели опознают друг друга, всегда находят общие точки соприкосновения и находятся те вопросы, которые они могли бы обсудить. Среди наиболее важных, используемых анастасийцами слов, можно выделить следующее. Это система, сотворение, осознанность, пространство любви, образы, информация, энергия. Каждому из этих слов, из понятий, возьми в мигры, посвящают в своих произведениях определенное место, посвящают миллиарды сюжетов, но нельзя сказать, что они там точно продвисаны, чтобы от этим понимать то, что существует определенная история в этих книгах, из которых можно выделить то или иное понимание этих понятий. Я бы хотела вкратце изложить эти понятия, которые существуют у анастасийцев. Самое часто используемое и самое известное, наверное, это понятие системы. Под системы понимается весь окружающий, давящий на индивида органистический мир, который ограничивает его свободу, ограничивает свободу самовыражения и творческий потенциал индивида. Город видится в такой картине мира мертвым, бездушным, и человек, который живет там, живет в железной клетке, состоящей из материальных ценностей, которые являются, по сути, фальшивными ценностями. Город воплощает царство темных сил, он возник вследствие всеобщего заговора жрецов, которому он посвящен один из сюжетов книги. И человек в этом городе, в этом мире, подчинен чужой воле. И, соответственно, вырваться из него, вырваться из системы, перестать подчиняться давлению большинства, это непростая задача, для каждого человека в состоянии с ней справиться, а анастасийцы, осознавая, что они погружены в эту систему, желают освободиться от связующих двух опаков. И один из способов выйти из системы, это переехать в родовое поместье. Ну, в родовом поместье они понимают, участвуют в земле загорода, и необходимо не просто переехать в родовое поместье, но создать комплекс, группу этих самых родовое поместье, родовое поселение. Натурализация поселенческого помещичьего уклада, максимальное обращение бытовых потребностей, желание автономии, независимости от системы, это тот идеал, к которому стремятся анастасийцы. Они также объясняют это понятие системы как костыли, которые ограничивают их мобильность и самостоятельность, делают их зависимыми от электричества, допровода, наземных продуктов питания и тому подобное. и мы идем в эту систему, в первую очередь переехали в родовое поместье, это один из способов избавиться от давления уровня, и давления в первую очередь на мышление, на сознание. Другое понятие, тоже прописанное в книгах, это сотворение. Так называется одна из книг Владимиром Игры, и я читаю саму одной из, он состоится в одной из любимых и лучше написанных его работ. Под сотворением они понимают не просто зачатие или рождение человека, но осмысленное создание чего угодно. Главным образом родового поместья, но не только, в принципе, любое действие, любое повседневное какое-то акт, они могут также называть сотворением. Для сотворения необходима определенная благоприятная установка, где все окружающее, если так дело про меси, то растения, деревья, животные, будут любить человека и заботиться о нем. Такое место они называют пространственным любви. Ну, приведу краткую цитату информацию. То есть, у человека все-таки всегда есть врожденное чувство собственности. Но вот, когда он устраивает именно свой кусочек земли, он вкладывает все свои чувства. Это и получается тесный контакт с природой. Она ему помогает там во всем. Получается пространство любви как раз. Там дети будут расти, все будет прекрасно, хорошо у самих людей. Но вот и ты еще сильнее становишься, еще лучше получаешься. Пространство любви естественно связывается еще и с семейными отношениями. То есть, любые семейные отношения также характеризуются в терминах пространства любви, которое необходимо создать. но и сотворение, и пространство любви возможны только у человечества. Под осознанностью понимается духовное развитие индивида, включающие настроенность на бездуховный рост, отказ от мяса, других продуктов питания, неправильных продуктов питания, отказ от насилия, от стремления к максимальной эгородичности в семейной жизни, а также обладание какими-то сверхспособностями телепатия, осознанное сновидение, дар целительства. Вот весь этот комплекс они связывают понятия, все это входит в понятие осознанности. И повышать свою осознанность можно соприкасаясь с матушкой природы, имея определенный положительный настрой и соблюдая ряд обязательств перед собой и окружающим миром. Понятия осознанности они заимствуют более широкой святы, более реализованных источных каховных традиций, подбирая, используя его под собственный контекст, под собственную идею, в первую очередь трудового поместья. Таким образом, понятие осознанности вышло из своего изначального домодерного азиатского религиозного контекста и задействуется в данном случае в нетипичных сферах, таких как относятся в первую очередь к домовому поместью. Другое понятие, которое я бы хотела еще привести к примеру, это образ и строительство образов. Строительство образов это как процесс, так и обсуждение, то есть, о котором очень много говорят, есть в том числе и практики строительства образов. Они понимают процесс, который заключается в подробном описании желаемого события или объекта в устной или письменной форме. То есть, если переходить к какому-то практическому использованию, как это происходит, для того, чтобы создать родовое поместье, нужно создать подробный образ родового поместья. Значит, что нужно либо мысленно, детально и со всеми чертами как социальной структуры, так и географического расположения описать это самое родовое поместье, либо писемное заложить, либо нанесовать. То есть, весь этот процесс они называют строительство образа. То есть, один из важных процессов это создать образ той или иной цели и того или иного события и происходящего. поскольку детальное продумывание того, к чему стремишься, оно обязательно приводит к достижению цели. То есть, считается, что если что-то не получается, то нужно подробное обстоятельство обрисовать свое желание и оно обязательно должно получиться, поскольку образ отправляется во Вселенную и Вселенная обязательно ответит реализации ващественной образе. Однако, некоторые люди считаются обладающими большим потенциалом для распространения уважительных образов и среди них, например, специалисты творческих профессий в первую очередь солнечные ваты. Солнечные ваты тоже около анастасийские группы тоже, по сути, читатели, они поют саргюджет песни и пропевают те сюжеты, которые считают должны обращаться в мире. Чаще всего это песни о любви, о мире, о земле, и считается, что положительный образ заложен в этих текстах благодаря пропеванию и особенно коррективному пропеванию он способствует тому, чтобы произошло реализация пропущения этих образов. Следующее понятие, которое я бы хотела сделать, это энергетика, которая является очень широко используется в очень разных контекстах, в том числе и в анастасийской среде. По мнению Александра Банченко, энергетическая использована мифология, использование суббанной энергетики восходит к концу XIX века именно к эпохе изобретения открытия рентгеновского изучения, ее активно использовали рефлексы, а также используют уже в 90-е годы последовательные церкви последнего завета и анастасицы прибегают в совершенно разных контекстах и в частности я бы сказала в тех ситуациях, когда невозможно подобрать подходящее слово. Очень часто оно используется, когда нужно что-то выразить и невозможно выразить от другого словом и передать с помощью слова энергии. В качестве основного аргумента в пользу энергетической объяснительной модели анастасицы обычно приводят ссылки на научное сообщество которое признало факт существования энергетического опыта. Говоря описывая инакия считается что это признана наукой. Естественно все электромагнитные поля изменяют тот человек который сейчас ученые на месте доказали изменение как биополе человека ведет к заболеванию а этого получается заповед и круг. Использование этих слов еще одно из часто используемых слов это информация когда я впервые услышала что они говорят как информация я подумала что это просто с информацией и все но потом я заметила как часто они ссылаются на слово информация потому что под информацией понимается некое знание которое непроговариво всем очевидно но оно ссылает обязательно каким-то скрытым непонятным смыслом то есть когда нужно описать важную книгу или важную книгу можно часто о ней или оном ссылать вот в этой книге есть информация это использование специфической лексики вообще использование специфической лексики оно конечно характерно для любой люди узнанной культуры субкультуры и как указывает жанр кроме на антрополог в отношении православных верующих владение специфическими вариантами цикла расценивается и наносительными и внешними нагритателями как знак причастности социальной группе в ее случае православных верующих обязательная для них культурная компетенция я бы хотела сказать что в отношении анастасийцев в данном случае происходит то же самое то есть человек который приходит на встречи на собрание и слышит слова сотворения информации и не понимает что происходит он явно не будет чувствовать себя комфортно в этой ситуации но чаще всего люди приходят и сразу говорят сотворение не объясняя что это такое все становится все сразу понимают о чем идет лифтинг ясен контент те понятия которые я чертила они используемые в анастасийской среде они естественно встречаются гораздо шире и гораздо более шире в среде и в моем случае в среде анастасийцев они не всегда и не всеми информантами подвергаются рефлексии не всегда вписываются в более широкий нератив или диалоги но по большей части служат скорее фоном который возникает в путь дискуссии и в частности во время интервью возникает не так что они сами начинают объяснять что это такое то есть некий специальный вопрос что же такое сотворение чтобы информация начала говорить о том что же это значит для него это происходит потому что и понятие сотворения и система вопрос о том что это такое в принципе вызывает у них недоумение или даже некое раздражительное нежелание высказаться об этом потому что это кажется само собой разумеющимся и кажется что собирать исследовать можно сам посмотреть книгу Мегрей и других источников и в общем-то не за чем беспокоить информацию вопросом о том что это такое водаеде и так всем понятно однако в ходе интервью всегда выяснялось что есть какие-то дополнительные сюжеты и истории стоящие за этим словом наверное спасибо какие-то вопросы спасибо за интересный наград как раз сам недавно изучал все отношения межинских групп с наукой в том числе с российцев и они действительно часто цитируют ученых причем некоторые даже называют по именам но это такими наград шипов оттимок значений из них значит шипов оттимок оттимок значений тоже ситуация скользкая на грани поэтому сам факт что он выкидывает все ученые в дискусс делает их непонятными собственными ученым мне интересно вот какой вопрос известны ли вам какие-то случаи когда те ученые которые они где-то как-то упоминали сами проверяли или одобряли эти стратеги что их описывают пути как ученые находятся вискут да то есть так называемый ученый дискусс конечно для них очень важен но опять же академическое знание в целом примеряется для них ценностью поскольку считается что оно тоже находится под властью системы если знание находится под властью системы то любой академический продукт он тоже является истинным и минимальным поэтому те ученые которые конусиваются это чаще всего альтернативные ученые которые смогли продлиться внести себя знанием выйти из этой самой системы либо это можно аниму отсылать в том числе на какие-то вещи из ныне неживущих ученых не ясно несколько лет назад я столкнулась с системами в МГУ там есть круглый стол по родовым поместьям я смотрю что это за интересное круглый стол по родовым но это было на экономическом факультете экономическая стратегия родового поместья естественно посмотрев это как кандидат экономических наук организаторы круглого стола все участники были люди Анастасицы в основном и люди приезжие из родовых поместья он одобрял идею этого поместья но я не знаю как бы его экономические не могу ничего сказать оценить его экономические познания но это по сути он пытался использовать убрал наибольшее количество эзотерий то есть пытался представить это как некий экономический проект но естественно там все было понятно что это не не очень вписывается во все эти рамки но вот такие мероприятия происходили я не видела какой-то критики но это не было значительным событием использовала понятие родовое поселение как эго-поселение могло сойти как некая инициатива я не видела такой системы нет ничего вопроса скажите а вы сами были в этих родовых повестных Владимирской области а где я была в Калужской области была Ленинградской области да в Калерии в Пелгородской области так они сейчас гораздо шире они в офисе по связи не знаю но у них там есть какое-то какое-то обководство или как-то они или у них это община это возрождение христианской общины получается не христианская конечно нет нет никакого единого движения нет никакого понятия что такое поместье то есть каждый раз грубо говоря люди инициаторы объединяются у них получают что-то свое есть мероприятия где они встречаются но нет какой-то единой структуры конечно есть в каждом поселении какой-то лидер которые опираются на анастасия они не всегда будут ссылаться на анастасия не всегда в принципе эта идея да в основном из анастасии скажите пожалуйста на ваш взгляд какие люди склонны к тому чтобы приобщаться вопрос сложный философский описать примерно кто являются те люди которых я вижу кто эти люди чаще всего это очень действительно разношерстная публика чаще всего это я бы сказала даже если конкретно родовые проместили это средний возраст больше всего нередко это семейные люди да образование может быть средним или высшим я бы сказала что гуманитариев там не часто попадались нисканей нет но всякое особое главное такие случаи тоже люди не с каким-то глубоким ревьюзным бэкграундом нет но при этом многие из них могут связаться в числе с православной церковью с протестатской в каком-то таком слабом то есть они не являются прихожанами церквей нет но в принципе много молодежи вступают в это но дома поселения сейчас это либо семейные люди либо еще есть пенсионный возраст 50-60 лет потому что другая прослойка из них чаще многие из них хотят приемли потому что позволить себе финансово уже сложнее и это практически в большинстве случаев жители больших городов чаще всего из Москвы и если брать большие города или региональный большой городок то есть люди которые с регионами жил как правило регионов встречаются но есть у вас какая-то статистика по возвращению из этих поместья да то есть сколько людей в какой процент соотношения переезжают на землю и возвращаются первый вопрос а второй насколько это экономически у людей позволяет это сделать нацветает ли у меня нет статистики потому что я даже в качестве не занималась и статистика довольно сложная но я могу сказать что довольно много людей естественно возвращаются может быть даже больше чем 50 процентов это точно и вообще движение очень нестабильное грубо говоря даже глядя на карту на месте которые они сами создают они наносим туда видно насколько она нестабильна то есть они сами ее меняют часто поселения которые я знала в которых я глава я поняла что у меня это поселение занятое а его уже нет то есть эти инициативы связанные с законодательством сложности сохранения они разваливаются очень часто и люди часто приезжают туда и очень часто потом происходят разводы это сколько лет самому старому поместу по продолжительности поселения ну вот считается что в 2004-2005 в Калужской области вот в Владимирской области в Владимирской области они в Владимирской области они тоже развиваются и тоже меняются да ну вот они сами знают ну давайте последний вопрос с удовольствием я скорее дополню потому что вопросы похожи но человек который 10 лет назад изучил Анастасицу рассказывал мне что было много ситуаций когда люди с греча продавали квартиры приезжали в деревню а там понимали что они к этой жизни не готовы но вернуться обратно они тоже уже помогли то есть они там зависали потому что что же детство ну это такой очень популярный на самом деле ангисентанский диск что все перепродавали квартиру уже да я отвечала такие ситуации тоже но все-таки в большинстве случаев поскольку это жители Москвы и Петербурга и они живут на ренту по сути то есть основной доход это задача квартиры в Москве ты можешь там жить в наружской области где-нибудь ну в общем то без особых ограничений поэтому это на ренту не будет того я бы сказала что они прописывают своих детей в Москве например снова же и возвращаются здесь часто потом когда старый возвращаются опять же в город но мне это рассказывал человек который в Сибири может быть сказать сибирский контекст но я знаю такую пару таких историй в Сибири в Сибири в Сибири в Сибири так давайте наверное коротко последний вопрос и будем переходить к этому вопрос очень простой и короткий у вас есть информация какая-либо пользуется ли Анастасиевск со федеральной программой ГИСТА на Дальнем Востоке и здорово пользоваться но во-первых я занимаюсь центральной из Сибири я не очень знаю что там в Сибири происходит не могу сказать но из того что я видела опять же из центральной России и никто туда ехать, пока не собирается. И я не видел никаких таких историй. То есть декорация есть, но на практике пока я не знаю этот случай. Вот, может быть, такое и есть. Ну, на этом, наверное, беседа закончена. Продолжить, если быть необходимость, тогда в частном порядке какие у нас есть.